Привет, это Синатор Блог. Я сейчас нахожусь в отеле Баворково и у нас ночь, поэтому говорю тихо. Кстати, про это скоро выйдет новое видео, смотрите. А пока, серия номер 11, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Это Мексика. А это маленькая деревушка, из которой я начинаю движение через кордильеры, горную цепь, тянущуюся с севера на юг через всю Америку. За два дня мне нужно пересечь ее, чтобы оказаться по другую сторону, уже в другой маленькой деревушке и двинуться к новым горам. Здрасте! Вот я снова на трассе, еду по каким-то колдобинам, грунтовой дороге, где-то в горах Мексики. Время 10 утра, я постирал носки, искупался в бассейне и полон заряды ехать по любой дороге. Потом меня здесь ждет большой подъем вверх. Но мне уже ничего не страшно. Я двигаюсь по своему пути, в свое путешествие. А вот в таком месте я завтракал. Я чуть-чуть готовил обед. Двигаюсь дальше в путь по грунтовой дороге. А пока разгорается мой костер, расскажу вам про велосипедистов. Я как раз ехал по луковому полю и хочу сказать, что велосипедисты, они как луковица. И не воняют, они многослойные. Вы спросите, почему велосипедистам нельзя быть как слоеным тортиком? Потому что все любят слоеные тортики, а лук-то особо никто не любит. А я скажу, что велосипедисты, они как лук и точка. Вот такая у меня конструкция. Котелок, камни, палка и еще картошка тут пытаются приготовиться. Потому что я думаю, что зря пропадать углям, пока горит плюс-минус неплохо. Конечно, все равно потребовалось много времени. Больше времени, чтобы разжечь, но это лучше, чем в горах. Соскучился уже по костру, по котелку. И то, что раз, что наконец-то готовлю продукты, которые я купил еще до кордобы. А это очень много километров назад. И наконец-то я их не просто везу, а ем. И вот надеюсь, что картошка тоже сварится и на обед перекушу фасолью с картошкой. И в общем, буду расходовать те продукты, которые везу. Значит, зачем я их везу? Вот. Так. Что есть? Подул ветерок и все, начало разгораться. Хорошо. И вот по такой дороге я еду. Спасибо навигатору. Да, вы скажете, своя голова должна быть на плечах. Ну, это же, блин, машина, искусственный интеллект. Он должен знать, что здесь дерьмовая дорога. То, что на велосипеде здесь тяжело, блин, ехать. Вот на такую высоту я забрался. Это город, в котором я вчера ночевал. И дорога, по которой я поднимался. А это я уставший и ненавидящий эту дорогу уже. Но, если честно, я знал, что такое будет и настроился на это. Поэтому не сильно, как бы, переживаю. Но вид здесь очень классный. Залез в какой-то сад. Тут полно-полно не пойму, что это цитрусовое. И вот гуаява растет. Но я чуть-чуть все набрал. Поеду сейчас дальше. Что-то кушать хочется и тяжело подкрутиться. Может перекушу, получше будет. Вполне себе неплохо. Мандары не обедать. Вот этих штучек поесть. И будет вполне себе. Как вот эти мошки, блин, все ноги мне загрызли. А так, ничего страшного. И вот вроде еду на спуск. Но быстро, блин, все равно не могу. 15 километров, потому что дорога просто ужасная. Но зато вид классный. Да что такое-то? Йоклмэн и вообще вот в этой деревне фиговая дорога. Время обеда так хочется какую-нибудь писадию скушать в ресторане. Но... Фасоль меня ждет и картошка. О, там дальше вроде получше дорога. Да елки-палки. Остановился вот в таком месте. Здесь перекресток дорога и таксисты ловят. Точнее, ловят жители такси. Вот. И таксисты тут гуляют. В общем, какая-то точка. А я здесь остановился. С такого ужасного спуска спускался. Да, он нормальный был спуск, но ужасная была дорога. Вот. И я открыл вот такой хлеб, который купил за 35 пес. Да, дороговат, конечно. Но примерно так же стоит, как обычно, тот, который я беру. Вот. Но надеюсь, он хотя бы понатуральнее будет, чем тот, который я обычно беру. Вот. Ну и фасоль. Моя любимая. Ну и сейчас еще картошку съем, которая запеченная на углях. Картошка с луком вообще пушка. У картошки появился вкус такого костра и очень вкусный. Намного вкуснее. Но единственное, там, 20-25% картошки теряется в углях. А с фасолью так вообще. Красота. Ммм. Еще мой соус сюда пекан. Не помню, где я его оставил. На хосток. Вот такое вегетарианское приключение. Да уйди. Какие-то мошки, блин, кусают. Все ноги изгрызли. Хлеб. Ну, не самый вкусный, который я ел. Ммм. В Москве коломенский хлеб. Черный такой. По цвету как этот. Но этот какой-то подслащенный. Да, с сахаром. И после теста сладкое. Поэтому с этими блюдами он не очень сочетается. Мне сейчас надо сочетаний. Мне до калорий, да побольше. Еще вот такой ко мне пес лохматый пришел. Да. А вот здесь. Такая церковушка. Совсем небольшая. Кресло. О, сверчок. Верь. Я сейчас чуть-чуть тут прилягу вместе с этим псом. И поеду дальше в горы. Как тебя зовут? Серега? Серега. Ну ладно, лежи, Серега. Дорога стала вот такая. Есть даже небольшая техничка. Вдали горы. Но я еду по меньшему радиусу. А так в основном по техничке. И чтобы сегодня проехать километров 50, сейчас 33 с половиной. Нужно подняться на 2500. Я сейчас на 1700. И уже 550 метров поднялся до сегодня. Еще нужно 800 минимум. Поэтому не знаю, сколько я сегодня проеду. И где бы ночевать? Солнце пропало. И погода к дождю. Но меня это не остановит. Еду, кстати, вдоль реки. И хотел бы восстановиться около нее, чтобы искупаться и, может быть, постираться. Я, короче, на тачке еду с великом своим. Меня сейчас дал порой. Какой-то ктесит и довезут. Поднимусь на 400 метров, наверное. А то уже крутить устал. Время 5. Нужно лагерь искать. Я только 30 проехал. А еще, если 600 метров забираться вверх, то я до полуночи не доеду. Потому что только за целый день забрался на 650. А тут 690. Поэтому вот такие критические меры тачку застопил за 10 минут. Они-то пацаны. Брут. Поз battles вверх, Цевика — Первая — Чесди — Н autonomнее. Новая — ! С태г! ВFi, ВСВЕР Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С днём рождения, Михаил! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...